Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на канале Универ ТВ. В программе «Смотрите, кто пришел» у нас сегодня почетный гость Международного научного молодежного конгресса стран УИЗ, доктор Хаят Синди, и мы с удовольствием готовы провести с ней интервью, рассказать интересные факты и что она думает о том событии, которое проходит сегодня в Казанском федеральном университете. Уважаемый доктор Хаят Синди, позвольте мне от своего имени и от имени всех, кто смотрит канал Универ ТВ, поблагодарить вас за то, что вы смогли прийти к нам сегодня. Для нас огромная честь видеть вас здесь сегодня вместе с нами. Я знаю, что вы с детства страстно мечтали связать свою жизнь с наукой. Ваши достижения как в науке, так и в общественной деятельности впечатляют. Будучи послом доброй воли ЮНЕСКО, как бы вы определили свою миссию в те непростые времена, которые мир сейчас переживает? Большое спасибо за приглашение. Мне приятно быть сегодня в этой студии. Когда я узнала о том, что ЮНЕСКО назначают меня послом доброй воли в области продвижения научного образования, я была искренне тронута. И вот уже 12 лет я занимаю эту должность. И это говорит о том, что моя работа приносит результаты. По крайней мере, я на это надеюсь. Моя миссия заключается в том, чтобы помочь молодым людям, особенно девушкам, начать заниматься наукой. Когда я росла, я читала рассказы об ученых, которые много сделали для человечества. Но там не было ни одной женщины. И я часто спрашивала отца, они действительно были, эти ученые? И он отвечал, конечно. Почему ты задаешь такой вопрос? Там нет женщин, отвечала я. Вот почему моя основная миссия – вести работу по продвижению научного образования среди молодежи, особенно среди бедных слоев населения, поскольку именно бедные чаще всего лишены тех достижений, которые дает нам наука. Быть бедным вовсе не означает, что у тебя не хватает способностей или таланта заниматься наукой. Поэтому моя задача – дать людям из бедных стран возможность самим решать с помощью научных достижений те проблемы, которые именно для них являются жизненно важными. Большое спасибо за ваш искренний ответ и за все то, что вы делаете по продвижению научного образования. Вы являетесь основателем и президентом института инноваций, которые часто связывают со словами «воображение» и «изобретательность». Почему вы выбрали именно эти два слова в качестве основной концепции ВУЗа? Вы считаете, миру нужна молодежь, способная принимать нестандартные решения? Молодежь – это наше будущее, это движущая сила в развитии любого общества. Воображение – это то, что позволяет нам свободно мыслить, а изобретательность помогает продвигать в обществе наши научные идеи. Я искренне убеждена, что все, что мы делаем в жизни, имеет цель. Поэтому с самого раннего возраста необходимо поддерживать и наставлять молодежь, чтобы они знали, как использовать способности, которые у них есть, на общее благо. Достижение устойчивого развития может стимулировать изучение сложных наук, таких как инженерия, например. И это касается прежде всего женщин. Они видят в этом особую потребность. Например, женщина может сказать, «Я хочу стать инженером, чтобы создать систему очистки воды». Ведь из-за отсутствия питьевой воды каждый год умирает примерно 5 миллионов детей. Или «Я хочу стать инженером, чтобы обеспечить своему району доступ к возобновляемым источникам энергии». Чтобы у нас была возможность учиться и работать. А у врачей всегда было электричество, и они могли проводить сложные операции в больницах. Или я хочу выучиться на биотехнолога, чтобы у меня был шанс улучшить или модифицировать те сельскохозяйственные культуры, которые являются основными источниками питания в моем регионе, чтобы у людей была еда. Я верю, что именно воображение и изобретательность могут помочь в достижении этих целей. И я убеждена, что если человеку дать правильный инструментарий, то он будет делать свою работу с гордостью, так как мы дали ему возможность реализовать свой потенциал. Потрясающе сказано! Спасибо большое! В одном из своих интервью вы сказали, что трудные задачи никогда не исчезают, они лишь переходят на новый уровень. С какими трудностями вы сталкиваетесь в настоящий момент. Мы сталкиваемся с трудностями и испытаниями на протяжении всего жизненного пути. В самом начале моей научной карьеры мне пришлось убеждать свою семью отпустить меня одну в Великобританию, чтобы учиться на фармацевта. И это было нелегко. Так как я родилась и выросла в Мекке, в традиционной мусульманской семье, родителям мой выбор дался достаточно сложно. И не потому, что они не верили в мои способности или не поддерживали меня. Просто мое желание шло вразрез с нашими культурными традициями. Но в конце концов отец отпустил меня и отказался от своих стереотипов. Когда я приехала в Великобританию, ни один вуз не принял меня, так как мой уровень знаний был недостаточным, чтобы поступить в университет. Мне пришлось вернуться в школу, чтобы подтянуть мои знания. И даже когда я начала заниматься биотехнологией, многие говорили, это не для женщин, и предлагали заняться биологией или медициной, так как считается, что инженерные профессии больше подходят для мужчин. И для меня это был своего рода вызов. Если я женщина и ношу платок, это не означает, что у меня нет способности заниматься этими науками. Мне нравится исследовать. И мне кажется, это то, что я привнесла в ислам, желание изучать, исследовать и задавать вопросы. Когда я закончила университет, то обнаружила, что в большинстве из них в руководстве нет женщин. И это был новый вызов. Когда я училась, мне пришлось пожертвовать многим. Я скучала по семье, родственникам, по семейным праздникам. Но моя тяга к знаниям, желание заниматься наукой, помогли справиться с этими сложностями. Поэтому трудности никогда не заканчиваются. Сейчас мне приходится отбирать именно те проекты, которые могли бы улучшить жизнь в конкретном регионе, находить для них финансирование и при этом находить время на общение с семьей. Так что трудности не исчезают. Как говорят, чем больше ты достиг, тем больше препятствий может появиться на твоем пути. Думаю, вы со мной согласитесь. Я абсолютно с вами согласна. Вы входите в список ста влиятельных женщин, которые вдохновили мир. Что вы думаете о роли женщин в науке и в политике, особенно тех, кто практикует ислам? Очень хороший вопрос. Спасибо. Давайте поговорим об истории. Женщины стояли у истоков образования и были причастны к созданию первых университетов. Уже в то время их деятельность была направлена на то, чтобы приносить пользу обществу. Но если посмотреть на количество Нобелевских лауреатов и сколько из них женщин, то это всего лишь 3 процента. Это не потому, что мы не способны. Это лишь потому, что общество не продвигало женщин по карьерной лестнице. Должность доцента – это все, на что женщина могла претендовать до недавнего времени. И как следствие, лишь немногие могли претендовать на получение Нобелевской премии. Например, после смерти Розалинды Франклин, стало известно, что она активно работала над получением структуры ДНК наряду с Уотсеном и Криком. До недавнего времени считалось, что заниматься наукой и технологиями – это привилегия мужчин. И они доминировали в этих областях, пока женщины не начали оставлять в науке определенный след. Чувство сопереживания свойственно женщинам, их эмоциональная восприимчивость могли бы найти свое применение в работе над научными проектами, придать им новый импульс. И вот вам пример. Когда были изобретены подушки безопасности для автомобиля, первая группа инженеров состояла исключительно из мужчин. И они были внедрены только для водителя. Но как только в команде появились женщины, подушки безопасности появились для всех пассажиров автомобиля. Потому что женщина беспокоится и думает не только о себе, но и обо всех, кто ее окружает. Точно так же пули были запретены мужчинами, а бронежилет – чтобы защищаться женщиной. Женщины наряду с мужчинами должны работать в исследовательских группах. Нам нужно, чтобы чувство сопереживания и естественное любопытство женщин стали неотъемлемой частью научных исследований. По данным ЮНЕСКО, только в 30% исследовательских университетов по всему миру руководителями являются женщины. Нам надо сделать так, чтобы женщина встала у руля, и тогда мир получит более безопасные машины. Женщина нацелена на то, чтобы созидать, а не разрушать. Когда король включил меня в состав консультативного совета Саудовской Аравии в числе других 30 женщин, многие говорили, что эта должность не для ученого. Но я согласилась, так как считаю, что так я получила возможность говорить о науке в столь высоких кругах. Я убеждена, чем раньше мы начнем говорить молодому поколению о важности научных открытий, тем больше у нас шансов получить позитивные изменения. Женщины должны быть представлены во всех сферах общественной и политической жизни, чтобы делиться своим опытом и своим мнением и помогать будущим поколениям. Мир был бы гораздо лучше, если бы женщин в науке и политике было бы больше. Да, я с вами согласна. Вы часто говорите, что важно найти свою миссию в жизни и внести вклад в развитие человечества. Как вы думаете, должны ли педагоги помогать молодежи в поисках этой миссии? Я думаю, что мы можем действительно помочь, потому что все хорошее в жизни начинается с вдохновения. Нас может вдохновить какая-то личность или прочитанная книга, или семья, отец, мать, и мы делаем выбор в пользу определенной профессии. И я думаю, что молодежи сейчас не хватает ролевой модели. Как я говорила ранее, мне не хватало ролевой модели женщины-ученого, которая сказала бы мне «Да, ты это можешь». Я раньше видела Эйнштейна, Марии Кури, Авиценну, мусульманских ученых в тюрбанах, но они были не похожи на меня. Это была другая эпоха, другой век, что-то невозможное. Но мой отец говорил мне «Хаят, имея образование, ты можешь достичь всего в жизни». Такие простые слова, но я думаю, они дали мне такое вдохновение. Нам нужно также направлять молодежь. Я думаю, наша обязанность – помогать, направлять, открывать двери. Я думаю, что возможности важны, потому что худшее, что можно сделать для молодежи – это отказать им, потому что так вы разбиваете им душу. Им нужно создавать лучшие условия, нужно давать шанс, они должны иметь возможности, их нужно слышать. И когда на прошлой неделе я была на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе, я видела, сколько молодежи действительно знает об изменениях климата, о катастрофах, о том, как мы можем помочь, как мы можем использовать науку и технологии для смягчения климатического кризиса, потому что он влияет на сельское хозяйство, на здоровье, образование. Я думаю, все мы испытываем влияние глобального потепления. Молодежь – это наше будущее. И если не направлять их, не давать им шанс, если не слушать их, мы потеряем будущее. Да, вы правы. Только если помогать и мотивировать молодежь, мы сможем дать нашей планете шанс на выживание. Какие качества, по вашему мнению, необходимы человеку, чтобы быть успешным, и как вы определяете успех для себя? Очень хороший вопрос. Я всегда спрашивала себя, кто такой настоящий ученый? Действительно ли я достигла того, чего хотела в жизни? Успешна я или нет? Для меня верный ответ – реализовать мечту, если она есть. Прежде всего, нужно поверить, что вы можете сделать это. Я имею в виду победить страх. И мой отец научил меня этому. Надо быть уверенным в себе и иметь позитивный взгляд на мир. Прямо или косвенно, но люди часто имеют свои суждения. У них всегда есть мнение о том, как вы выглядите, как вы говорите, какой сферой вы интересуетесь, есть ли у вас акцент или нет акцента, откуда вы. И нам очень легко попасть в эту ловушку. Поэтому относитесь к своему разуму, как к хранителю, смотрите на положительные стороны. Для меня искренность – это одна из ключевых составляющих, а еще упорство и позитивность. И если сочетать это со страстью, то невозможно пойти по неверному пути. И мы пытаемся достичь чего хотим, и когда достигаем, всегда находится что-то еще. Возможно, это заставляет меня идти дальше. Для меня защита докторской диссертации была всего лишь паспортом в новую жизнь, где я могла принести пользу обществу, что-то улучшить. Мы живем в быстро меняющемся мире, в котором всегда существуют вызовы, проблемы, и мы – часть этого общества. Нам нужно быть уверенными, что мы живем благополучно и достойно. Мы должны стремиться сделать жизнь и окружающую среду более безопасной для женщин и детей, обеспечить доступ к чистой пресной воде, электричеству, еде, транспорту. Поэтому я уверена, что если ты искренне проявляешь упорство и остаешься позитивным, плюс делаешь все с энтузиазмом, то совершить что-то неправильное просто невозможно. Спасибо большое. Я полностью согласна, что позитивный взгляд на мир – это именно то, чего нам всем сейчас так не хватает. Нам надо попытаться смотреть позитивно на то, что происходит сейчас. Ваша карьера, ваш профессиональный рост и достижения впечатляют. Вы очень много сделали, чтобы этот мир стал лучше. Как сохранить интерес к тому, что ты делаешь, как можно дольше? Я думаю, что меня побуждают к действию бедные страны. Меня очень расстраивает, и мне больно, когда я вижу, что бедные люди лишены многого. Но это также воодушевляет меня идти дальше. Я думаю, еще мне также помогает смиренность и реалистичное отношение к действительности. Я никогда не думаю о своих достижениях. Я продолжаю идти, ведь так много всего еще нужно сделать. Конечно, я устаю. Когда впервые поехала в Англию, я все время плакала и очень страдала. Но это время было счастливым. Я много работала и училась по 18 часов в день, потому что действительно хотела сдать свои экзамены. Я получаю энергию из трудностей, из вызовов. Чем больше сложностей, тем больше положительной энергии я получаю, чтобы двигаться вперед. И еще очень важно окружить себя нужными людьми, которые верят в тебя. Не важно, понимают ли они, чем ты занимаешься. Просто кто-то говорит, продолжай, ты молодец. Просто теплое дружеское отношение, настоящая дружба. Это важно. Ты как магнит, если ты делаешь добро. Ты привлекаешь похожих на себя людей, которые верят в твои цели, верят в твою страсть, и ты всегда можешь создать хорошие совместные проекты. Нужно работать в команде. Ты не можешь работать изолированно. Наука и технологии – это прекрасный язык. Он универсален. Здесь не смотрят на религию, национальность, цвет кожи и пол. Здесь смотрят на то, какую пользу ты можешь принести человечеству. И эта цель, эта миссия дают мне надежду и энергию для дальнейшего продвижения вперед до самой смерти, отдавая все, что я могу, чтобы сделать наше общество лучше. Спасибо. Полагаю, что ваша речь могла бы стать хорошей мотивацией для молодежи, особенно для тех, кто собирается заниматься наукой, двигаться вперед и каждый день пытаться стать лучше. Я надеюсь. Спасибо вам за то, что уделили нам свое внимание и пришли в студию. Для нас большая честь принимать столь высокого гостя здесь, в Казанском федеральном университете. И большое вам спасибо за то, что вы делаете в области продвижения инноваций и идей устойчивого развития во всем мире. Спасибо вам за приглашение. Благодарю за интересные вопросы. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами сегодня. У нас в гостях была доктор Хаят Синди. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова